МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Опять двойка. Орловчане недовольны качеством ремонта дорог. Один из вопиющих примеров в переулке Южном. Теперь там плавают машины. Подробности расскажу я, Наталья Пекстарева. Теперь на площади перед ДК «Металлург» в Северном районе будет многолюдно только по праздникам. Ярмарка выходного дня отсюда переедет. Подробности расскажу я, Олег Рудаков. С детьми проводятся тренинги, обучающие программы. Каникулы онлайн. Компания РЖД запустила проект виртуального лагеря для школьников. Заявки на летнюю смену уже приняты. Для гостей региона уникально, ярко, атмосферно. Готовится к печати презентационный набор открыток с топовыми видами Орлов. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». В Орле после затяжных дождей по улицам начали плавать машины. Участки трасс превратились в реки и бассейны. Многочисленные видео, где автомобилисты утопают в лужах, заполонили социальные сети. Один из проблемных отрезков – переулок Южный. Их там идет ремонт. И на старте работы технология была нарушена подрядчиком. В мэрии уже заявили, на Южном, как и на других 11 объектах, которые в этом году попадают под программу ремонта, некачественная работа принята не будет. Наталья Пехтерева подробно. Ветер по морю гуляет. Строчка из Пушкина про улицу Пушкина в Орле. Вместо кораблика, который бежит себе в волнах, здесь автомобили. Водные преграды амфибии преодолевают с трудом. Жители окрестных домов утопают в грязи бездорожья, как в глухой деревне, говорят люди. На Пушкина делали дорогу, когда Пушкина делали полностью дорогу, до отсюда они не дошли. Теперь и не знаешь, что лучше – ремонт или его отсутствие. Вот на соседнюю улицу недавно пришли дорожники. Теперь тут массовые заплывы. Водоплавающие машины мы встретили в переулке Южным. Дорога превратилась в большой бассейн. Ничего удивительного, говорят орловчане, просто дорожники приступили к ремонту. Свою оценку дали активисты Народного фронта. Ливневый люк, куда вода с проезжей части должна стекать, по неизвестным причинам смонтировали выше уровня образования лужи. В результате ливневый канал оказался бесполезен. При обильных дождях вода перетекает через заново установленный бордюрный камень и затапливает тротуар. Объяснить что-либо на камеру дорожники отказались. Мол, какие претензии, выполнена только часть работы. Это только черновой слой. Закончим через месяц. И тогда уже такого не будет. Ну, уберите камеру. А здесь тот случай, когда ожидания жителей оправдались, но не полностью. Окрестности озера Светлая жизнь. Жители годами жаловались на то, что дорога стала полосой препятствий. Машину очень жалко. Мы против разбитых дорог. Хотим, чтобы они были прямые, ровные и гладкие. На прошлой неделе после репортажа главных новостей дорогу залатали. Теперь машины минуют этот участок без проблем. Чего не скажешь о жителях одного из домов. У ворот появились баррикады. Подход был нормальный. Тропиночка тут была. Ну, все было хорошо. А теперь мне это все нужно убирать вручную. Дороги на периферии в частном секторе Орла – давняя и больная тема. Асфальты здесь ждут десятилетиями. Я на третьем Орле живу. Там вообще лестницы все время поломанные. Не делают, не хотят. В этом сезоне ряд улиц залатают асфальтовым гранулятом. Согласно контракту 11 и дополнительно еще порядка 20 объектов, которые будут сделаны при наличии материала. Почему нельзя делать дороги качественно и надолго? Почему теперь, когда на дороге выделяются немалые средства, ожидания людей не оправдываются? На эти и другие вопросы ответов пока нет. Привычно теплится надежда, что этот сезон будет продуктивнее предыдущего. В 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 11 объектов Орла. Старт был дан 1 мая. Закончить работы подрядчики должны до 31 августа. Некоторые объекты, как Московское шоссе, уже на завершающей стадии находятся. Наталья Пехтерева, Ирина Болкова, телеканал «Первый областный». Ну а в здании на Наугорке, где недавно упала крыша, капитальный ремонт отменяется. Объект решено снести. Работы начались в пятницу. Сейчас финальный этап. Напомню, неделю назад часть дома номер 23, что напротив торгового центра «Европа», обрушилась, пострадал участок муниципального спортзала, рухнули перекрытия. Счастливая случайность уберегла от гибели людей, работающих на объекте. По факту, ненадлежащего контроля за ходом ремонтных работ, прокурор советского района направил представление руководителю регионального фонда капремонта. В свою очередь, глава администрации Орла поручил обследовать уцелевшие части здания и принять решение о его дальнейшей судьбе. Ярмарка выходного дня в северном районе Орла меняет прописку. От ДК «Металлург» она переезжает на площадь рынка развития. Среди причин, озвученных чиновниками, невозможность соблюдения мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Что ждет торговцев на новом месте, узнал Олег Рудаков. Иначе как злоключениями это не назовешь. Ярмарку в Северном куда только не пристраивали. И возле ДК «Металлург» она была и на площади перед бывшим заводом ОВМ проводилась, и вернулась к ДК «Металлург». Теперь новый виток истории. Ввиду того, что площадка подразумевает собой использование тротуара для торговли, она не позволяет нам обеспечить те обязательные приписания, которые дают нам Роспотребнадзор, то есть обеспечение соответствующей дистанции и так далее. И, к сожалению, никакими неорганизационными техническими мерами выполнить это невозможно. Вот и получилось, что пандемия сыграла на руку жителям района, ведь о неудобстве ярмарки возле ДК говорили много. Новое место для ярмарки подходит идеально, говорят представители власти. Здесь и электричество, и крытая площадка, и, что немаловажно, круглосуточная охрана, что позволит предпринимателям заезжать сюда заранее. Мы стоим сейчас на площадке, где подготовлено место для торгового оборудования, которое необходимо, значит, электропитание. Для того, чтобы не создавать проблемы жителей ближайших домов, вот чтобы не включали генераторы, у нас сегодня на вот этой территории подготовлено ну, достаточное количество, то есть 30 точек мы можем подсоединить уже сейчас. Что же до соблюдения мер безопасности, то и здесь принимающая сторона обещает полное соответствие требованиям. У каждого продавца должно быть на торговой точке маска, перчатки, обеззараживающие средства. Мы ведем журнал учета каждый день, проверяем температуры у каждого продавца. Подготовка к первым ярмарочным дням уже началась. Наносится размятка для торговых мест. Делается это с учетом социальной дистанции, между ними 2,5 метра. Также предусмотрено одностороннее движение покупателей, чтобы они между собой не пересекались. На первые ярмарочные выходные заявилось чуть больше 100 предпринимателей. Всего же здесь могут предоставить порядка 250 мест для торговли. Плата за них остается на допандемийном уровне. Было принято решение ее не поднимать. Предусмотрены и социальные места, плата за которые не будет взиматься вовсе. На новом месте ярмарка начнет работу с 6 июня. Олег Рудаков, Екатерина Федина, Телеканал, Первый областной. Двое орловских детей-сирот получили долгожданную жилплощадь. Молодые люди стали хозяевами уютных квартир-студий в Орловском районе, совсем рядом с городом. Первым гостем стала корреспондент главных новостей Юлия Сабельникова. У двух молодых орловчан Артема и Александра началась новая жизнь. В скромной обстановке без рукопожатия, как сейчас принято, юноши получили ключи от своих новых квартир в микрорайоне Первый. Парни из числа детей-сирот Орловского района, которые в этом году отметят новоселье. Это дома кирпичные, комфорт-класса, в них установлены лифты и собственные котельные. Чистый экологический район, очень большие парковочные места, увеличенное количество. Микрорайон будет зеленым, можете обратить внимание, посажены деревья, саженцы. Лифт несет ребят к новой жизни, этаж за этажом. Александр воспитывался в Амцентском детском доме, закончил реставрационно-строительный техникум, и эта квартира стала подарком на 20-летие. Очень рад получить эту квартиру, так как с 18 лет снимал, постоянно в общежитии, на вахтах работал. Еще у меня скоро в субботу, день рождения, 23 юбилей, и мне такой подарок выпал. Очень огромная часть, не каждому такое дано. Артем – хозяин уютной студии площадью 28 квадратов. Сделан ремонт, установлена сантехника, есть электрическая плита. Вселяйся и живи. Когда мне исполнилось семейный эксперт, я ждал новую квартиру, сейчас мне 22, и я очень рад тому, что я получил квартиру. В каждой квартире установлены стеклопакеты, застеклен балкон. Отсюда можно любоваться красивым видом из окна. Во дворе сразу несколько детских площадок. В этом году застройщик планирует ввести в эксплуатацию два новых двухподъездных дома. Сейчас в них ведутся внутренние работы. Еще можно успеть приобрести квартиру в этих домах. А если семья неполная или многодетная, застройщик предоставляет скидку от цены квартиры в 10%. Юлия Сабельникова, Алексей Нескин, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной. Карантин внес коррективы в работу детских лагерей. Она пока приостановлена. Однако РЖД совместно с Российским профессиональным союзом железнодорожников нашли оригинальный выход из затруднительной ситуации. Организована работа лагерной смены онлайн-лета в стране железных дорог. Все подробности у Сергея Прошкина. Все необходимое для онлайн-посещения лагеря специалисты Орловского Курского региона МЖД передают родителям, работающим в компании ОАО РЖД и зарегистрировавших своего ребенка на участие в смене. Уходя на работу, мой ребенок бездумно сидит в гаджетах, ничего не делает, ничего неинтересно. А здесь ребенок постоянно под присмотром. Он делает задания какие-то, ей интересно, весело, у нее новые знакомые. Она довольна. Спасибо РЖД и профсоюзу за предоставленную возможность. У Виктории Федюшиной раньше не было возможности посещать летние лагеря. Однако теперь с удовольствием делится впечатлениями от занятий. В течение дня мы выполняем различные задания от вожатого. К нам на конференции приходят вожатые из других отрядов, тоже дают задания. Мы переходим из одной программы в другую, учимся работать в них. И нам сказали, что в следующей неделе у нас будет кружок по редакции фотографий. Занятия в лагере проходят с 9 утра до 5 часов дня. Как раз то время, когда родители находятся на работе. Программа онлайн лагеря включает в себя и занятия по правилам безопасности на железной дороге. В доступной игровой форме дети изучают правила и запоминают, как безопасно вести себя на железной дороге. Скучать не приходится. Также предусмотрены перерывы на отдых и прием пищи. С детьми проводятся тренинги, обучающие программы, спортивные мероприятия. Волонтеры Орловско-Курского региона МЖД рассказали, что помимо работы с детьми проводятся мероприятия по оказанию помощи ветеранам и семьям железнодорожников. Есть люди, которые загораются этим до такой степени, что, допустим, помогают ветеранам на постоянной основе, по несколько раз в неделю их навещают. Есть и такие примеры. И в связи с тем, что нас становится больше, мы становимся активнее, и наша работа идет намного продуктивнее. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, Телеканал, Первый областной. Сделайте все образование бесплатным. Такой наказ получила депутат Госдумы Ольга Пилипенко от 98-летней Тамары Могилевцевой, ветерана Великой Отечественной, 40-летним педагогическим стажем. Народный избранник в составе большой делегации зашла в гости, чтобы поздравить Тамару Михайловну с 98-летием. Ну и разговорились. Сергей Бяковский узнал, что дарили именинницы. Вообще-то жилье, в котором не помещаются все гости, тесно телеоператорам, ветерану обещали поменять уже в этом году. Оно должно быть таким, как подобает жилью заслуженного учителя школы РСФСР, отличника народного просвещения, трижды депутат облсовета, пенсионера республиканского значения, почетного гражданина Ливин и ветерану Великой войны. Тамаре Михайловне Могилевцевой, 98. Поздравить с днем рождения пришли многие. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко, депутат областного и городского совета, глава Ливин, сотрудники органов соцзащиты и волонтеры Победы. Пришли пока без новой квартиры. Подарки другие. Например, телефон и пожизненно бесплатная связь. В ответ блокадница делится воспоминаниями, как, будучи санитаркой, разговаривала с ранеными. Они, говорят, не знают. Они, говорят, химы есть, солдаты немецкие. Они, говорят, никакие. А мы, говорят, ребята воспитанные, мудрые, мы, говорят, сильные. Мы знаем, за что мы боремся. Мы боремся за свой дом, за свою хату, за мать, за свою любовь, за все мы боремся. А они, что, говорят, они сами не знают, за что они борются. Другой адрес. Другой ветеран, Давыдов Виктор Дмитриевич, 94 года, был призван в 43-м. Служил в пехоте, потом ликвидировал банформирование на Украине, уже в составе погранвойска НКВД. В подарок – телефон. Их по всей стране получают ветераны войны. Об этом договорились Минкомсвязь, сотовый оператор Ростелеком и Оргкомитет «Наша Победа». По всей стране порядка 55 тысяч ветеранов, которые будут обеспечены бесплатной связью. В Орловской области 320 ветеранов, которые будут обеспечены бесплатной мобильной сценарной связью. И в Ливнах непосредственно 16 ветеранов, фронтовиков, инвалидов Великой Отечественной войны, которые будут обеспечены бесплатной связью и мобильной стационарной. С очередным подарком делегаты отправляются в гости к Григорию Кузьмичу Иванкову. Был танкистом, стал монахом. 95 лет он справил в феврале. Кстати, гости не просто рассказывают, как телефонами пользоваться и как подключить тариф ветеран. Они расспрашивают ветеранов об их нуждах и мечтах. То есть это такой проект всероссийской мечты победителей. Это реализация нематериальных пожеланий, связанных со встречами со знаменитыми людьми, с кумирами, поездками, с какой-то ролью, например, побывать в роли мэра, министра, еще кого-то. Например, у Тамары Могилевцевой, с которой начался этот сюжет, мечта пообщаться с министром просвещения. Ей есть, что сказать министру, как-никак за спиной 40 лет педагогического стажа. А волонтеры Победы говорят, важно, чтобы у внуков победителей тоже была мечта пообщаться с героическими стариками. Тем более, им теперь можно и позвонить. Сергей Быковский, Андрей Бодискин, Телеканал, Первый областной. Уникальный набор авторских открыток готовит к выпуску орловский дизайнер Светлана Каськова. В изображениях главных достопримечательностей региона, помимо визуального сходства, художница старается передать атмосферу знаковых мест в духе старорусской стилистики. Под большим впечатлением от работ художницы оказалась Наталья Чунина. Знаменитые места Орловщины, ставшие визитной карточкой, топовые объекты культурного наследия, теперь на бумаге, в ярком и художественном оформлении. Набор открыток от Светланы Каськовой это новый взгляд на старые места. Неровные штрихи, рамки с геометрическим узором, солнце, облака. Такой вот единый стиль. Чем-то напоминает старинный русский лубок. Набор открыток для нее третий по счету, но не по значимости. Первые два Светлана Каськова выпустила по мотивам работ своего отца. Он всю жизнь рисовал орел. Это графика, тушь, перо. Он их нарисовал в свое время очень много. Больше тысячи сюжетов у него было. И дореволюционные виды, середин 20 века, современные. Открытки на столе от предшественниц отличаются кардинально. Оформление красочное и яркое. Созданы для орловчан, но главное для туристов. Сказочно, атмосферно, образно. Усадьба Толстого, под Мценском, там есть две отличительные черты. Перед самой усадьбой там растут липы, поэтому здесь цветущая липа. А вообще, ну просто невозможно все детали впихнуть в одну маленькую открыточку. Вообще там огромные яблочные сады. Проработанные детали – элементы древнерусских изобразительных техник. В таком ключе работал сам Билибин. Сказочный мастер вдохновлялся русским севером. Светлана Каськова – родным городом. И город у нас в принципе небольшой. То есть это не Питер, не Москва. Чтоб там вот куда не пошел, в какую сторону голову не повернул, везде какой-нибудь туристически значимый объект. У нас их не так много. Но они есть. Их надо показывать людям. Эскизы делались по фото. Затем каждый проходил цифровую обработку. Два дня без больших отрывов от холста и мышки и открытка готова. В наборе таких 24. Я чувствую, их будет больше, потому что видов много. Хочется впечатлеть все. Я думаю, что я буду рисовать, покуда рисуется. А нарисовалось нечто иное. На открытке помимо музеев появились писатели. Детали этого варианта дизайнер пока прорабатывает. Сейчас для автора главное – выпустить первый тираж. Проект достаточно яркий, интересный. Аналогов такого нет. Туристическая сфера в Орле, именно туристический сувенир, вообще никак не представлен в Орловской области. Печать в типографии – дело затратное. 500 наборов обойдется в 40 тысяч рублей. На своей странице в социальной сети Светлана Каськова открыла предзаказ. Стоимость одного набора – всего 300 рублей. Небольшая жертва для такой красоты. Наталья Чунина, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на первый областной портал новостей obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 9,9% годовых. Звоните 22 20 67. Кто работает в Орле с 3 июня? Центр «Мой бизнес» опубликовал информацию о порядке работы организаций и предпринимателей. На сайте msbdefisoriel.ru размещены разъяснения, рекомендации и форма уведомления о начале работы. Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему они важны? Мы, конечно, знаем, что в настоящее время внесены поправки в Конституции в отношении семьи. Мы придерживаемся такой позиции, именно такой русской позиции, что семья должна быть большая, семья должна быть дружная, в семье должно быть много детей, в семье должны быть родители. Папа и мама ни в коем случае не родители один, не родители два, что совершенно к нам неприемлемо, именно к нашему менталитету, к нашей стране. Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама в далеком Халкинголе. И я буду голосовать за те поправки Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память о наших героях, глумиться над могилами моих предков. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Морозова. 5 июня считалось крайним сроком для посадки овощей. Наши предки были уверены, что после этого высаживать растения уже бессмысленно. Обилие комаров и мошек 5 июня предвещало сухую и теплую погоду. А большое количество оводов – богатый урожай. И к прогнозу. В Амцентске пройдет моросящий дождь. Плюс 18 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до плюс 10. В Ливнах переменная облачность с большой вероятностью осадки. Днем 18 градусов тепла, ночью плюс 10. В Волхове ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 16 днем, ночью плюс 11. В Орле облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь к полудню. Днем плюс 17 градусов, ночью же плюс 13. Ветер южный 6 метров в секунду с порывами до 15. Атмосферное давление в пределах нормы. 742 миллиметра ртутного столба. Таков прогноз на пятницу. Следите за событиями в городе вместе с Первым областным. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 9,9% годовых. Все сбережения застрахованы. Средства от вредителей «Жукобор Экстра». Тройная защита от колорадского жука. Приобретайте в магазинах нашего города. Проведите этот день в хорошем настроении. Берегите себя. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 9,9% годовых. Звоните 22 20 67. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец. Всем вредителям. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники по антикризисным ценам. Подробности по телефону 44 45 46. Поздравляем вас с наступающим Днем Святой Троицы. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует...